Здравствуйте! Производитель насосного оборудования Unipump предлагает три типа поверхностных насосных станций. И сегодня я подробно расскажу о них. Насосные станции Unipump Auto знакомы широкому кругу потребителей. Они состоят из поверхностного насоса, гидроаккумулятора, манометра и реле давления. Принцип работы их совпадает с большинством классических насосных станций. Когда давление в системе падает ниже уровня 1,5 атмосфер, станция начинает работу. Как только давление в системе достигнет 3 атмосфер, станция отключится. Unipump Auto комплектуется гидроаккумулятором различного объема. 5, 24 и 50 литров. В системе водоснабжения могут возникать различные аварийные ситуации. К примеру, упало напряжение в электросети. Станция не может отключиться параллель давления. Или закончилась вода в источнике, насос продолжает работу на сухую. Двигатель и насосная часть сильно перегреваются, а отключение не происходит. К подобным авариям можно отнести сухой ход, слабую производительность водного источника, пониженное напряжение, динамические колебания уровня воды в источнике, заклинивание рабочего колеса насоса, снижение давления в гидроаккумуляторе и другие. Тогда Unipump предложил два типа насосных станций Акваробот, которые защищены от большинства аварийных ситуаций. Среди них Акваробот-адаптивная и Акваробот-Универсальная. Станция Акваробот-Универсальная также работает по реле давления, но дополнительно она оснащена датчиком потока высокой чувствительности, который защитит ее от любых аварий, связанных с отсутствием воды в системе. Если поток падает ниже критической отметки 2 литров в минуту, насос отключается. Традиционные станции в такой ситуации продолжат свою работу. Двигатель насоса будет греться и через некоторое время выйдет из строя. Акваробот-Универсальную можно использовать в любых системах, в том числе централизованного водоснабжения для повышения давления. Комплектуется Акваробот-Универсальная 24-литровым гидроаккумулятором. В качестве блока автоматики выступает реле давления PM5-3В, совмещенное с датчиком потока турби. Третий тип насосных станций Акваробот-Адаптивная. Здесь реле давления заменил уникальный блок автоматики Турби М1, который осуществляет управление по нижнему порогу давления и по потоку. Как работает такая станция? При открытии экрана давление в системе падает. При его снижении до полутора атмосфер датчик давления даст команду на включение. Включение может произойти и по потоку. Как только он становится выше 2 литров в минуту, будет дана команда. Отключение произойдет только по потоку. Адаптивная насосная станция позволяет поддерживать постоянное давление в системах водоснабжения в пределах напорной характеристики насоса без скачков давления. Многим знакома ситуация. То сильный, то слабый напор, то холодная, то горячая вода из крана. Кроме того, она особенно удобна при использовании водонагревателя проточного типа, который требует постоянного давления. При открытии экрана адаптивная станция включится и будет работать до тех пор, пока вы не перекроете экран. Обычная станция с гидроаккумулятором 24 литра будет периодически включаться и отключаться в пределах пороговых значений реле давления. Таким образом, основная функция гидроаккумулятора в адаптивных станциях, предотвращение гидроударов и компенсация капельных утечек. И объема 2 литра более чем достаточно для надежной работы. А за счет небольшого размера станции компактны и просты в установке. Самое главное, пользователь может освободить себя полностью от контроля за работой системы. В акваробот адаптивная предусмотрена функция перезапусков. В случае аварии, скажем, при сухом ходе, блок автоматики отключит насос, а после попытается возобновить его работу. И в течение суток проведет серию пробных пусков с разными интервалами времени. Через 5, 20 и 60 минут, затем через 6, 12 часов и еще раз через 24 часа. Если во время любого из пробных пусков в системе появится вода, насос возобновит работу. Если нет, станция перейдет в режим окончательной аварии, но при этом она абсолютно защищена. Для возобновления ее работы достаточно кратковременно отключить ее от сети, конечно, преждевременно устранив причину аварии. Единственное ограничение для подобной станции не следует их устанавливать в системах повышения давления. Насосная станция Акваробот идеально подходит для водоснабжения загородных домов, небольших фермерских хозяйств, для систем полива садовых участков и огородов. Блоки автоматики, которыми укомплектованы станции, можно приобрести отдельно. Насосные станции Акваробот произведены в России, а их цена при таком функционале вас приятно удивит.